Расширенный семинар-совещание, на повестке дня которого стояло подведение итогов работы профсоюзов области за 2014 год, а также постановка задач на 2015, состоялся в городе над Бугом. В мероприятии приняли участие представители профсоюзных организаций, органов, которые осуществляют контроль и надзор за соблюдением законодательства, исполнительной и распорядительной власти, а также специалисты по охране труда. В ряду больших и многих задач, которые стоит решать в этом году профсоюзным организациям области, мы сегодня будем обсуждать как раз вопросы работы профсоюзных комитетов по созданию хороших, нормальных условий производственных и культуры производственного быта, вопросам охраны труда, безопасного труда, потому что это та тема, которая обязательно должна присутствовать в программе деятельности каждой профсоюзной организации. Предупреждение производственного травматизма, участие уполномоченных представителей профсоюзов в расследовании несчастных случаев, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Это далеко не полный перечень вопросов, которые стали предметом обстоятельного и конструктивного диалога. Несмотря на то, что в области уже многое сделано для улучшения условий труда, участники заседания подчеркивают, что еще есть неразрешенные проблемные моменты, искоренение которых – задача настоящего времени. Сегодня тема моего выступления будет касаться участия уполномоченных представителей профсоюза в расследовании несчастных случаев производства. Исходя из практики работы, я бы хотел уделить особое внимание проблемам, которые действительно на предприятиях существуют, и они есть и важны каждому инженеру, специалисту по охране труда, а также у многих есть путаница уполномоченных представителей профсоюза и работники. У нас, у профсоюза, это определяется определенными документами, порядком участия профсоюза в расследовании, законодательными актами и так далее. Вот по участию уполномоченных представителей и работников, к сожалению, там есть вопросы. У нас в профсоюзе, у нас были проблемы, всегда было, как бы, качество спецодежды, качество выдачи рукавиц, инструмент, замена инструмента. Но мы потом это все отладили, потому что мы делаем план на год по охране труда. И туда вносится, и на спецодежду количество денег вкладывается, на обувь, на инструмент, на все душевые, улучшение условий труда на местах. Это уже прекрасно. И в этом мы стараемся делать. В деле создания комфортных, а главное безопасных условий труда не бывает мелочей. Это аксиома, не требующая доказательств. Притом, как правило, в выигрыше остается и работник, и его работодатель. Если человек уверен в своем профессиональном будущем, имеет хорошо оборудованное и оснащенное рабочее место, прекрасно понимает круг своих функциональных обязанностей, обеспечен социальными гарантиями и чувствует заботу руководства, то и результат его труда будет гарантированно высококачественным. А потому создание условий труда и культуры производственного быта – главное направление в работе областного совета профсоюзов и в 2015 году. Если брать в абсолютных единицах, то вроде бы по статистике травматизм остается производственным на том же уровне, как был и в 2013 году, и также остался в 2014 году. Но за каждым несчастным случаем это трагедия для человека, для семьи, для коллектива. Поэтому основной упор, естественно, будет сделан на то, чтобы предотвратить, прежде всего, получение травм на производстве. Многого не требует сегодня рабочий человек. Он хочет прийти, чтобы переодеться в теплом гардеробе, чтобы принять горячий душ, чтобы зайти в комнату приема пищи, которая была бы оборудована электрочайником, микроволновой пищей, холодильником. И, конечно, внимание повышенное, нормальное внимание руководства непосредственных начальников к своему труду.